В Министерстве физической культуры и спорта Чувашии подвели итоги прошлого года. На заседание коллегии наградили лучшие районы и организации в области развития физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы. В число отличившихся вошла и национальная телерадиокомпания Чувашия. В прошлом году Чувашия приняла более 50 соревнований всероссийского масштаба, международные соревнования по женской вольной борьбе и, конечно же, форум «Россия – спортивная держава». Все это принесло положительные результаты. Сегодня систематически занимаются физической культурой и спортом около 40% жителей Чувашии. Однако самые крупные города – Чебоксары и Новочебоксарск – находятся далеко не в лидерах. Пока их показатели, они все-таки отстают даже от среднереспубликанских. Здесь есть над чем работать, хотя я должен сказать, что за последние два года очень значительная работа проведена в городе Чебоксары. И серьезные подвижки в этом направлении есть. И понятно, что, конечно, в один год невозможно совершить то, на что требуется более длительное время. Но, тем не менее, их более чем достаточно. К тому же сейчас и по инвестиционным программам мы основные все ресурсы направляем именно на инфраструктуру города Чебоксары. Похвастаться своими успехами в области развития физической культуры и спорта могут представители и Бресенского, Батаревского и более всех Канажского районов. Их спортивные залы, хоккейные площадки и другие сооружения пустуют довольно редко. Хочу сказать, что в последнее время действительно очень люди много хотят заниматься физкультурой и спортом. Очень хорошая база. У нас построена, вот в прошлом году введена в центр единоборств, значит, Олимп, назвали мы его, теряя Караклы. Не только село Караклы занимается, ближайшие занимаются, тоже, значит, приходят. Для нас это очень значимый результат. Немалую роль в привлечении населения к спортивному образу жизни играют средства массовой информации. Наша телерадиокомпания не исключение. Подтверждение тому – победа в номинации – лучшее информационное освещение спортивного события в электронных СМИ. Работа в этой области будет продолжаться и дальше. Ведь текущий год не менее насыщен спортивными событиями. Командный чемпионат Европы, продолжение внедрения комплекса ГТО и ожидание новых побед воспитанников спортшкол Чувашии. Екатерина Абрамова, Евгений Анисимов, Республика.